Привет, друзья! Евгения Осипова – девушка из небольшого провинциального городка, которой удалось не только сделать стремительную модельную карьеру, но и добиться значительных успехов в актерской деятельности. Актриса Евгения Осипова приобрела широкую популярность и заслуженную любовь зрителей благодаря роли Кати в сериале «Доярка из Хацапетовки». Фильмография актрисы насчитывает около 40 ролей. Евгения стала счастливой женой и мамой. Семейное счастье для нее стоит выше успехов в творческой карьере. Ее личная жизнь очень похожа на добрые сказки о любви. Итак, обо всем подробнее. Женя Осипова родилась в 1986 году в Туле в обычной советской семье. Отец Евгении умер, когда девочке было всего 9 лет. Молодой мужчина в возрасте 30 лет ушел из жизни из-за внезапно оторвавшегося тромба. Матери пришлось самой поднимать дочь, зарабатывая на жизнь тяжелым и изнурительным трудом. Мать всегда хотела, чтобы ее дочь ни в чем не нуждалась. Евгения это видела, поэтому очень мечтала выбиться в люди и обеспечить себе и матери достойную жизнь. Кроме занятий в школе девочка ходила в студию современного танца, занималась беговыми лыжами и легкой атлетикой. В 14-летнем возрасте она записалась в школу моделей, а так как занятия были платными, то решила сэкономить на новых брюках и оплатить учебу. Симпатичная фотогеничная девушка быстро обратила на себя внимание, и ее фотография попала в одно из столичных модельных агентств. Вскоре оттуда поступило приглашение о сотрудничестве. В Москву Женя уехала одна, в середине 10 класса. Она пыталась перевестись в школу, но в нескольких ей отказали, и только один директор пошел навстречу настойчивой девушке и взял ее в середине учебного процесса. Осипова устроилась на работу в Макдональдс, где ей платили 500 долларов. 300 из них уходили на оплату съемной квартиры, на остальные девушка жила. Вскоре ей прислали приглашение из французского модельного агентства, и Женя соглашается. Она могла бы сделать головокружительную карьеру модели, но это ее не интересовало. Жизнь Осиповой круто изменила одна встреча. В один из дней девушка спешила, поэтому пыталась поймать попутку. Возле нее затормозил автомобиль БМВ, и Евгения просто онемела от удивления. В машине ехали супруги Безруковы, Ирина и Сергей. Они согласились подвезти неожиданную попутчицу и успели поговорить с ней о ее планах на жизнь. Именно от Сергея Безрукова и поступило предложение идти учиться на актрису врате. За тот короткий промежуток времени, что они успели пообщаться в машине, известный артист сумел рассмотреть в девушке большой творческий потенциал. Именно благодаря этой случайной встрече началась творческая биография актрисы Евгении Осиповой. Девушка прислушалась к совету именитого актера, хотя на тот момент у нее в планах было поступление на экономический факультет и изучение банковского дела. На вступительных экзаменах девушку попросили назвать имена трех сестер Чехова. Женя была возмущена и сказала, что такие детали биографии писателя не входят в программу вступительных экзаменов. Оказывается, что речь шла о героинях из пьесы Чехова. Но сама манера отстаивания своих интересов понравилась экзаменаторам, поэтому они зачислили девушку с актерскими задатками на факультет. В ГИТИСе Женя училась на факультете актерского мастерства. Ее учителями были Марк Розовский и Борис Морозов. В годы обучения в университете Осипова выступала в Московском академическом театре сатиры. Именно там ей удалось раскрыться как творческой личности. Осиповой повезло, сразу после выпуска из вуза она получает приглашение на съемки в картине «Доярка из Хацапетовки». Причем сразу на роль главной героини. Она сыграла Катю Матвееву, провинциальную девушку, приехавшую в столицу, чтобы учиться в кулинарном институте. Женя смогла изобразить на экране всю трогательность и нежность своей героини, что Катя полюбилась зрителям. После премьерного показа ленты Женя узнала, что такое популярность и всенародная любовь. Интересная актерская игра Женя оживила сериал. Ее главная героиня Катя Матвеева стала образцом для подражания, а меткие высказывания быстро разобрали на цитаты. Премьера сериала о современной «Золушке» сделала молодую актрису знаменитой. Далее была роль горничной в картине «Я сыщик» и комедийный проект «Реальный папа», в котором она перевоплотилась в фармацевта. Затем фильмография Осиповой пополнилась детективом «Формула стихии», где она стала внучкой академика Силина в исполнении Озуса Будрайтиса. Через год вышло продолжение понравившегося зрителям сериала. Интерес к истории жизни Кати Матвеевой во многом определен тем, что Евгения Осипова многие детали для своей роли взяла из собственной жизни в провинциальном городе. В личной жизни Евгении Осиповой долгое время была неопределенность. Никакой точной информации о спутнике жизни не поступало, поэтому СМИ приписывали самые разноплановые сведения о личной жизни актрисы. Сначала ее сватали к Андрею Борило, потом к режиссеру Сергею Швыдкому. Но вся ситуация с личной жизнью Евгении решилась после одной встречи. Со своим будущим мужем, кинооператором Анатолием Семченко, Евгения познакомилась во время съемок «Башни». Женя не хотела из-за своих комплексов раздеваться перед камерой, ситуацию разрядил Анатолий. Он удачно пошутил, что с такой красивой фигурой нужно сниматься обнаженной. Женя рассмеялась, между молодыми людьми возникла симпатия. После съемок Анатолий пригласил Женю на свидание, а через некоторое время они начали встречаться. Из-за плотного графика работы влюбленные виделись очень редко, поэтому, чтобы не расставаться, начали вместе жить. Особых планов на будущее не было, они радовались каждому прожитому дню. Все кардинально изменилось в 2012 году, когда супруги стали родителями. Евгения не хочет работать в напряженном графике, вместо этого желает больше времени проводить со своей семьей. О таких планах на жизнь она заявила после съемок в «Ключах от прошлого». Для Евгении наблюдать, как растет ее сын, намного важнее, чем получать славу и гонорары от съемок в кино. Евгению Осипову можно с уверенностью назвать счастливой мамой и женой. Сейчас у супругов двое детей, Евгения в 2015 году подарила мужу дочь Софию. Своими семейными фотографиями Евгения часто делится на своей официальной страничке в Инстаграме, а также в своем личном аккаунте. Евгения Осипова откровенничает, что совершенно не думала, что когда-то в ее жизни появится муж и у них будут дети. Женя полагала, что ко всему этому еще не готова. Но после встречи с Анатолием, она совершенно иначе взглянула на свою личную жизнь и отношения с мужчинами. Анатолий полностью перевернул мир Евгении, счастливая девушка просто растворилась в своем возлюбленном. Сейчас дети Евгении Осиповой уже подросли, поэтому она может продолжать развивать свою творческую биографию. Но Евгения точно понимает одно, теперь она уже не сможет надолго покинуть свою семью. После того, как закончились съемки сериала «Ключи от прошлого», актриса отказалась от напряженного графика работы. Мотивировала тем, что хочет больше быть с сыном, насладиться материнством, видеть, как он взрослеет. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.